Я не понял, где Маруча! Марусю и ее друзей в Рязани ждали с большим интересом. Известный корги-отряд продолжает шагать по стране и делать добрые дела. Как всегда, мы приехали сегодня с нашим отрядом, с корги-отрядом, чтобы провести для детей канистерапию, чтобы они поиграли с замечательными собачками, чтобы они с ними познакомились, покормили их, погладили, поводили за поводок. Естественно, это дает дополнительную социализацию для детей. Мы делаем это во многих регионах. Дети становятся более добрыми. Поездку волонтер-отряда взяли и жителей Курской области, которые были эвакуированы в Подмосковье. Это тоже способ подарить положительные эмоции тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Специально для гостей провели экскурсию по Рязанскому центру социального развития. Организация помогает инвалидам с раннего возраста до 18 лет и членам их семей. Здесь проходят индивидуальные и групповые занятия с психологами, логопедами, социальными педагогами, организуют социокультурные мероприятия различной направленности. Есть инклюзивная творческая мастерская. Воспитанники учатся шить, работать со швейной машинкой и осваивают гончарное ремесло, изготавливают глиняные игрушки и посуду. Наши дети, и маленькие, и взрослые, они очень ждали приезда Маруси. Готовились мы заблаговременно. Записалось очень много ребят. Мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено, чтобы все наши получатели услуг, а у нас больше 700, смогли познакомиться с Марусей, пообщаться с отрядом. Те, кто пришел на эту встречу, смогли посмотреть выступления собак, пообщаться с волонтерами и животными. Они узнали историю создания отряда, посмотрели фильм о корге Маруси и получили подарки. Заранее до мероприятия многие родители писали в ожидании какого-то чуда. Мы не волшебники, но чудо на самом деле сегодня произошло, потому что парень, который не мог разговаривать, после занятий сегодня с Марусей, в присутствии большого количества людей, произнес ее имя и начал потом уже некоторые слова повторять. Вроде одного этого стоило ехать сюда. На самом деле очень много наработок, очень много связей. Будет работа с Ворди, будет работа с корги-отрядом. Замечательный центр, отличные люди, которым нужно помогать. Я считаю, что поездка, цель задачи ее выполнена. Большое спасибо всем, кто помогал. О чуде рассказала и сама мама мальчика. На следующий день в социальных сетях она выложила видео со словами благодарности. Попробуй, скажи Маруся. Женька немножко попятился назад, а потом четко, ясно сказал Маруся. Даже самая сложная буква Р для детей, которые обычно они не выговаривают, он сказал, представь, он сказал четко и ясно. Было неожиданно и радостно видеть, как влияют эти собаки на ребенка. Животные уже бывали в Луганской и Донецкой народных республиках, других регионах страны, помогая ребятам с особенностями развития. Вот и на этот раз встреча в Рязани подарила много улыбок, как детям, так и взрослым. Я считаю, что без животных дети не вырастут добрыми, не искренними. Зарядили позитивом, очень добрые. Хотим выразить огромную благодарность в Орде за такую прекрасную организацию данного мероприятия. Дети очень рады, довольны. Это в первую очередь нужно для таких детей, для особенных детей. Поэтому очень хорошее волонтерское движение. И я думаю, оно будет иметь продолжение. Продолжение будет, заверили нас волонтеры корги отряда Маруся и друзья, уезжая из Рязани. Галия Вахитова, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.